Всем привет! Настало время годного контента на ютубе. Впрочем, ничего нового. И сегодня я решила сделать так, чтобы консультант управлял моим макияжем. Сегодня я планирую пойти в магазин, а именно планирую пойти в Ревгош, и найти там консультанта, который полностью соберет мне косметику. Вне зависимости от того, дорогая это будет косметика, или дешевая это будет косметика, подойдут мне цвета или не подойдут, я буду покупать все то, что посоветует мне консультант. Чтобы потом проверить, насколько хорошо консультант может собрать меня, и вообще, что они реально советуют. Собасаемся, короче, деньгами, потому что мне кажется, что меня конкретно сейчас потащат по тяжелому люксу, и я оставлю там все свои, не свои деньги. Прежде чем мы начнем, обязательно подписывайся на мой канал, тык. Включай себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. А мы начинаем. Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. Я пришла в магазин Ревгош, и сейчас мы проверим, насколько консультанты тут хорошо или плохо будут нам советовать. Вот, кажется, я кого-то вижу. Здравствуйте. Здравствуйте. Смотрите, мне нужно подобрать образ, полностью собрать макияж. То есть мне нужен праймер, пудра, тональное средство, в общем, все-все-все для того, чтобы создать полноценный образ. Сможете мне помочь? Да, конечно. Марк, скажешь, гороск, смешбокс, я предлагаю начать с праймера. Вообще кожу у вас, по типу кожи можно подобрать? У вас кожа... У меня нормальная кожа, не жирная, не сухая, то есть комбинированная эта зона, но в целом нормальная. Тогда вам можно в такой легкий праймер, то есть он подходит для всех типов кожи, не содержит силикона. Ой, какой приятный. Который вот именно смывается потом с водой. Карандаш для бровей я бы вам порекомендовала марку Герлер, легкий, в использовании. Это механический, да, карандаш, так понимаю? Да, да, посмотрите. Давайте. И ручка номер, самый светлый. Также хороший водостойкий карандаш у марки Герлер, можете посмотреть по текстуре. Я надеюсь, он вам понравится. Он идет с точилкой. А, это очень удобно, когда они дают точилки сразу, прям здорово. Я думаю, вам десяточку очень хорошо в Болтайвере будет. Да, давайте. Ох, красота, ну да. Ну и так можно посмотреть. Кстати, очень приятная эта штучка. Хайлайтер, класс. Румяна были до этого. А как думаете, какой цвет мне подойдет? Мне вот румяна тоже нравится. Вот вы светли, да, и вам подойдут вот этот пациент. Да, давайте его возьму. И освежать. То, что надо. Рассыпчатая пудра, она состоит из нескольких составляющих по проблеме, так скажем, кожи. Ух ты. А вот это вот, смотрю, с темным, это, наверное, еще и контурирование, да, можно будет делать там какие-то темные тона? Она будет в рассыпчатом виде, она не так будет контуринг-контуринг, я вам покажу в другом бренде, смешку. То есть вот это вот будет интереснее, да, освежающий эффект дает? Это освежающие, просто пудры, допустим, для вас будут освежать. Ой, давайте, я попробую. Я такого вообще не видела первый раз. Зашла в магазин, называется. У нас сейчас в марке Maybelline проходит акция при покупке от 1199, вы получаете бьюти-кейс в подарок. Вот такой вот бьюти-кейс. О, он вообще классный. Удобно сразу раскрыть и все видно. Акция будет длиться до конца июля. И, блин, эта коробочка просто офигенная. Ну, количество подарков всегда ограничено, то есть есть только в этом случае. Так они есть. Ой, очень классный бокс, мне прям нравится. Симпатичная штучка. Вам нравится? Мне очень. Остойкие помады, остойкость до 16 часов. То есть вы наносите, и она становится матовой текстурой. Так высыхает и становится матовой. На пальчике будет ближе всего к губам. А, прям вот здесь. Она на губах, да, будет вот так. Кстати, даже и не знала, интересный лайфхак такой. Просто вот так взялся и в зеркало посмотреть, какой тем. Кстати, да, я прям с пальцами с собой. Для контуринга. Это в марке тоже смошбокс, профессиональный бренд. Она идет с кистью сразу, со скошенной. За счет света и тени мы ищем идеальную форму для себя. Значит, эта тушь, чем хороша, она делает естественный объем, но без склеивания резницы. То есть вы провели, у вас будут ровные такие верные резницы. Рассмотрим тогда линию Fit Me. Очень много оттенков разных, с разными пигментами. И Fit Me будет матировать, если бывает, допустим, в т-зоне жирный блеск в течение дня, он хорошо матирует и хорошо держится. Есть новые палетки сети Мини. То есть самые ходовые оттенки, они собраны в одной мини-палетке, которая пригодится вам везде. Ну, давайте ее возьмем, да. Хорошо. Консилер и райзер удобен в использовании. У него очень мягкая вот эта пуховка. Что очень удобно. У нас кожа у глаз очень тонкая, не такая, как на всем лице. Таким движением вбивательным. Вбивательным, да, вот так вот наносить его. И наносить легко, мягкий, приятный. Окей, спасибо большое. Пойду оплачивать. А мне бокс на кассе, да, дадут? Да, да. Хорошо. Спасибо вам за выбор. Пользуйтесь с удовольствием. Спасибо большое. Я сейчас принесу вам сэмплы от Брэдда в подарки. Ой, еще подарки у нас будут. Класс. Спасибо вам. Спасибо. Блин, на самом деле все очень смешно и одновременно даже странно. Во-первых, зацените. Это я так в Ревгош сходила. Чтобы вы понимали, у меня только сумма скидки получилась 5000 рублей. Вот у меня здесь чеки. Вот у меня мой огромный чек. Здесь куча-куча всего. Видите? Всевозможные косметозы у меня. Давайте приступим к макияжу. А чтобы на этом видео было максимально интересно смотреть, знаете, как я придумала? Я буду делать не просто макияж, а каждый из этих продуктов. Я буду гуглить. И ту картинку, которая участвует в рекламной кампании того или иного продукта, буду пытаться повторить. То есть, грубо говоря, у меня там есть румяна. Я открою картинку, как эти румяна должны выглядеть на лице, по мнению тех, кто их производит. И буду повторять этот макияж. Так что давайте начнем с базы. И посмотрим, что у нас вообще получится. Подожди, а что оттуда? Водица какая-то вылилась. Смотрите, что происходит. Он прям жидкий. Там вода. Такой праймер не должен быть, там совсем была другая текстура. Потому что он, типа, залежался, я не знаю, растаял. И шо это такое? Ладно, вон, нормальный. Но я не знаю, видно вам или нет, у меня вся рука блестит, потому что сначала он просто потек, как вода. Ну ок. Что ж, праймер нанесен. Что могу сказать про праймер? Несмотря на то, что он начал течь, я не знаю, как кто, как водиться, так не годится. Все, в принципе, нормально. Но нормально, это единственное слово, которым я могу все это описать, потому что, сами понимаете, что праймер будет понятен не сейчас, а когда на него нанесем тон. Поэтому не буду долго ничего дальше описывать. Давайте-ка нанесем тональный крем. Это тональный крем. Нанесу его сначала сюда. Так кажется, достаточно светловат. Но, возможно, при растушевке все будет иначе. Давайте его протестируем. Растушевываем тон кистью. Заодно и посмотрим, хорошо он ляжет на эту базу или нет. Ну, вообще, видите разность между моим цветом кожи и этим тоном? Так-то кажется, что достаточно светлое, а так прям идеально подстраивается. Так, давайте посмотрим вблизи. Получается, пока что наш консультант хорошо подобрала тон и хорошо подобрала праймер. Забиваем в гугл название этого карандашика. А, ну вот, я нашла девушку. Вроде как это рекламный кампейн, если я правильно понимаю. Ну, выглядят они как-то так, немножко на восточный манер, достаточно круглые и при этом длинные. Ладно, что мне остается делать? Мне остается только повторить. Вот такие брови у меня получились. Я не могу сказать, что я от них в каком-то сильном восторге, но форма получилась достаточно интересная. Конечно, сейчас их нужно будет довести до идеала, и для этого в помощь нам приходит консилер. Который нам также подобрали, между прочим, с антиэйджем. Кому нужен антиэйдж, обратите внимание, консилер с антиэйджем. Мне кажется, такой не часто встречается. И что самое важное, конечно же, сейчас я буду при помощи этого консилера попытаться почистить себе брови, чтобы они прямо у нас были ровные-ровные. Но он выглядит достаточно естественно, поэтому я не могу сказать, что это плохо. Вот так вот выглядят мои брови под консилером. Я надеюсь, что получилось, хотя бы немного похоже на ту фотографию. Потому что я старалась, поэтому мне хочется, чтобы они были похожи. Как вы думаете, они похожи или нет? Палетка моя выглядит таким вот образом. Это новая палетка от Maybelline. Сейчас мы ее протестируем. Здесь 6 цветов. Оттенки, на самом деле, очень приятные. Мне они нравятся. Надеюсь, они будут хорошо растушевываться и хорошо лягут мне навеки. Нашла макияж. О, кстати, достаточно драматичный получается макияж глаз при помощи этой палетки. Попробуем его повторить. Здесь есть инструкция. По схеме. Давайте попробуем. Использую первый цвет как базу. Ого, ничего себе. Пугментированку. Теперь нужно нанести любой из этих цветов. Я возьму вот этот вот более золотой. И также покрыть века. Прямо на базовый цвет. Только подвижная века. Не затемняя складочку. И не нападая на нее. Третий шаг. Затемнить верхнее веко. Судя по инструкции, для этого предлагается использовать один из этих цветов. Я буду использовать вот этот. Потом также я продублирую вот этим цветом. Прям вот сюда вот нанесу. И теперь нужно взять самый темный оттенок. Это вот этот. И нанести его в уголок глаза. Что на самом деле меня сильно удивляет, это то, что у меня макияж как-то очень быстро получился. Что сказать? Мне очень понравились цвета этой палетки. Мне она вообще реально на самом деле понравилась. Потому что получилось сделать макияж достаточно быстро. И вот по этой схемке, которая здесь сзади, тоже очень удобно. Подводка для слизистой. Вещь, которую я очень редко использую. Вы знаете, если честно, то я просто в полном восторге от этой штуки. Потому что это, блин, нереально крутой карандаш. Что называется, исполните разницу, этот глаз или этот глаз. Кстати, какой вам нравится больше? Напишите об этом в комментарии. В жизни выглядит просто великолепно. Но мне тоже появилось желание этот карандаш затестировать дополнительно в моей ежедневной рубрике Инстаграм, где я тестирую всякую косметику. Так что обязательно подписывайтесь. Я вам покажу этот карандаш. Проверим его прям с самого утра до самого вечера, как он будет смотреться. Что ж, чтобы закончить с глазами окончательно, я возьму тушь. И тушь, как вы помните, у нас опять от Maybelline. Все очень просто. Хочу сделать сегодня более такие драматичные глаза. Да, раз у нас такой макияж пошел, достаточно вечерний. И поэтому буду прямо много-много наносить. Блин, вообще потрясающе. Мне кажется, такими глазами только олигархов соблазнять. Соблазняйся. Ты не олигарх, тебе 10. Ты смотришь это видео, ну ладно, тогда не надо. Дальше перед кондрингом хочу воспользоваться вот этой вот пудрой. Это самая странная пудра из всех, что я когда-либо видела. Посмотрите, она состоит как будто из четырех блоков. И по идее сначала, когда мне показали эту пудру, я подумала, что может быть, знаете, такое средство, что вот это отвечает за одну зону, это другую, это третью, как корректор, например, цветной. Но нет. Блин, да что ж так сложно-то? Зачем так тяжело делать? Зачем? Объясните. И далее собрать все, что вот эту вот цветную месиву на спонж, который прилагается. Ок, ну набирается достаточно много. Попробую. И делают почему-то показаны круговые движения. Вот такие. Ну пахнет она розой потрясающе вкусно. Но будет ли во всем этом смысл? Ну боже, пахнет розой так, что я готова буду просить эти пудры многое. Ну давайте назовем сильные стороны. Эта пудра хорошо матирует, она очень круто пахнет, если вы любите запах розы в парфюмерии и в этой, в косметике, вам вообще прям понравится. Но, а в чем плюс еще-то? Я не могу сказать консультанту, что это плохая пудра и что она мне ее плохо подобрала, но не могу сказать, что она мне ее хорошо подобрала. То есть это просто как бы, ну такой необычный продукт, непонятный. Интересно будет, конечно, узнать у тех, кто ей пользовался, если вообще такие есть, что они думают, потому что, ну для меня это какой-то неоднозначный продукт. Я, конечно, еще потестирую его по ходу своей жизни, но пока у меня он знак вопроса вызывает, хотя все остальное, в принципе, скорее мне понравилось. Что ж, на предпорядренное лицо пойдет вот такая вот палетка для контринга. Вот такой вот огромный здесь буклет, который по типу вашего лица показывает схему нанесения. Я, честно, без понятия, какая у меня форма, потому что все мне говорят разное. Кто-то говорит, что у меня круглая форма лица, ну вполне не круглая, а овальная. Кто-то мне говорит, что у меня треугольное лицо, кто-то говорит мне, что оно у меня квадратное. Кому верить, я не знаю, поэтому я выберу треугольник, просто потому что треугольник. Вот, схема треугольного лица. На всякий случай, здесь для не очень умных таких, как я, продублированы, что и для чего использовать. Блин, контринг какой-то жесткий, прям реально, смотрите, на камеру-то как будто, правда, тут скулы такие появились. Как будто я снова вешу 39, это даже 36, жесть. При том, что в жизни, вот клянусь, в жизни вообще не видно. То есть я вот мажу, 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 нифига, а потом поднимаю такая глаза наверх и просто что это? Я снова похудела до 36, 6, 6, что? Слушайте, реально какой-то бешеный просто контринг в хорошем смысле слова. Это не то, чтобы крутой продукт, это просто охрененный продукт, у меня даже слов нету. Я такой крутой контринг еще никогда не встречала в своей жизни. Так, здесь нам предлагается нарисовать треугольник на лбу. И после того, как растушую, наверное, нос мой, сейчас усветлю еще его. Для начала растушую прям вот этой вот кисточкой, чтобы не так ярко все было. В жизни-то вообще не видно его, вот реально не видно, но на камере прям вот белое, вот белое, вот контринг. То есть это, видимо, для тех, кто хочет на фоточках, а-ля такая я вся скульптурная кица, а в зеркале нюд. Класс. Бронзер тоже нанесу по этим линиям, может быть, я изменю свое отношение к данному продукту, потому что обычно бронзер это прям вот то, что я стараюсь избегать. Ну, попробуем. Я уже вижу, как бронзер пошел пятна вставлять на моем лице, мне это не нравится, значит, его растушую. Ну, про бронзер я ничего не могу сказать, и я этот продукт, правда, не очень понимаю. Возможно, на иной коже, на более загорелой он, конечно, виден по-другому, а так, что бронзер есть, что его нет, по-моему, ничего не изменилось, не так ли? Вот мои румяна от Шанель, сейчас я их загуглю и посмотрю, как они предлагают нам нанеситься. Ага, нашла, как она наносится, у нее, в принципе, похожий макияж, потому что у нее тоже прям ярко-черно подведено нижнее веко, и чудесно, у нее нанесены румяна, прям как я люблю, вот здесь вот с акцентом, немного на нос и растушеванный здесь. Запах странный, как будто чесноком запахло. Когда у тебя хорошие взаимоотношения с корейской косметикой, а у них румян, как вы сами понимаете, огромное количество, тебе очень трудно делать какие-то выводы на тему румян, которые не являются корейскими, потому что ты просто привыкаешь к этим маленьким приятным ценам и к такому большому ассортименту. Но, честно говоря, эти румяна Шанель мне очень понравились. Вот правда, насколько я привередлива к румянам, эти румяна мне прям хорошенечко так зашли. Хойлайтер от Шанель. Так, для начала давайте посмотрим, как этот хойлайтер называется. Так, ну, единственное, что я нашла, это вот такую вот девушку, но по ней совершенно непонятно, что нам нужно делать. Короче говоря, давайте посмотрим, что написано на самой упаковке. Может быть, тут есть какая-то схема нанесения хойлайтера? Ничего нет, и здесь тоже ничего нет. Ну, по традиции, начнем отсюда. О, засияла сразу, нормально-то. А сияшечка-то такая, поблескивающая. Хойлайтер, да, сияет, он сияшечка, и в принципе ничего плохого я в нем не вижу, но я не могу сказать, что это какой-то лучший хойлайтер в моей жизни. Я больше чем уверена, что в масс-маркет-сегменте, который представлен в магазине, можно было найти варианты и немножко поинтереснее. Ну что ж, мы плавно подходим к последнему продукту, и это вот эта вот помада. Не уверена насчет ее цвета, но уверена насчет ее качества, потому что, смотрите, сколько недель назад я делала ей тест, и это была просто безумно крутейшая помада, потому что она супер какая-то стойкая, ненормальная. Ну да, это, конечно, совсем не мой оттенок, наверное, я не знаю, что вы скажете, но мне кажется, мне он не очень подходит, можно было взять цвет потемнее. Хотя, с другой стороны, наверное, просто с этим макияжем выглядит странно, а может и не странно. Короче, знак вопроса на тему цвета, оставляю это решение за вами, напишите в комментарии, как вы думаете, идет мне этот цвет или нет. Мне реально все понравилось, меня очень хорошо проконсультировали, мне подобрали хорошие продукты. Да, некоторые продукты мне не очень понравились, например, как хайлайтер от Шанель, или, например, карандаш для бровей, но все остальное было совершенно классно, и к этим продуктам у меня тоже особой претензий нет, разве что то, что они дорогие, а такие деньги хочется прям сильно большего, а не того, в чем можно найти альтернативу масс-маркетсу. Ну это мое мнение. Что ж, я надеюсь, что это видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки, лоисы, классики, палец вверх, как угодно, подписывайтесь на мой канал, тык, и всем спасибо за просмотр, и всем пока-пока, до новых встреч!